Здравствуйте, мои дорогие ребята! У нас сегодня урок русского языка. В тетрадях записываем сегодняшнее число, классная работа и тема нашего урока. Мы продолжаем с вами изучать глагол как часть речи. И сегодня мы еще остановимся на правописании частицы «не» с глаголом. Итак, дядюшка глагол нас приветствует. Что, ребята, мы сегодня на уроке узнаем и повторим? Как вы думаете? Исходя из темы нашего урока. Конечно, морфологические признаки глагола и правописание частицы «не» с глаголами. Ребята, я предлагаю нам сейчас с вами составить опорную схему. Ее лучше составить отдельно. Можно сначала составить в тетради, а потом перенести ее в нашу тетрадку «Суп с котом». Или просто, ребятишки, сделайте ее отдельно, чтобы она у вас была. Она вам пригодится не только в пятом классе, но и в шестом, в седьмом и дальше. Итак, ребята, давайте начинать. Опорный конспект. Мы его будем составлять вместе с вами по частям. Первая буква «Г». Начертите, пожалуйста, ее. «Г» – это что у нас? Это глагол. Глагол, как часть речи, обозначает действие или состояние. Например, «Мяч прыгает» – это действие. «Мне не здоровится» – это состояние. Идем дальше. Посмотрите, ребята. Вопрос. На какие вопросы отвечает глагол? Что делать? Что сделать? Начертите себе в тетрадь. И от вопроса у нас зависят два вида глагола. Несовершенный. Делать. Совершенный. Сделать. Запомните, пожалуйста, буква «С» в вопросе – вид совершенный. Идем дальше, ребята. Начальная форма глагола «НФ» называется инфинитив. Обратите внимание, что зачеркнуто? Чего не имеет начальная форма глагола? Начальная форма глагола не имеет времени. Буква «Т» от латинского «темпус» – время. У нас сейчас есть слова «темп». Не имеет лица начальная форма. Не имеет числа. Не имеет рода. В начальной форме глаголы оканчиваются на «ть», «ти» или «ч». Посмотрите. Читать, нести, беречь. Обратите, ребята, внимание, что «ть», «ти» может быть либо окончанием выделено, либо суффиксом. Разные ученые считают по-разному, ребята. Одни считают «ть» окончанием, другие считают формообразующим суффиксом. То есть, с помощью суффикса «ть» образуется начальная форма глагола. Перенесите себе, пожалуйста, это в тетрадь. И обратите, пожалуйста, внимание на орфограмму. В инфинитиве на конце всегда пишется мягкий знак. Залечь. Запрячь. Ну и, ребята, буква «т», я уже сказала, это «время». От латинского слова «темпус» – «темп». Время у глаголы изменяется по временам. Имеет форму настоящего, будущего, прошедшего времени. Также глаголы изменяются по числам. Обратите внимание, что буковка «ч» большая. То есть, все глаголы изменяются по числам. Также глаголы изменяются по лицам. Глаголы настоящего и будущего времени. Глаголы прошедшего времени. Смотрите, я пришел, ты пришел, он пришел. По лицам не меняются. Но глаголы в прошедшем времени в единственном числе изменяются по родам. На этой нам указывает буква «р». И в скобочках пояснения только в единственном числе. Он пришел, она пришла, оно пришло. Итак, ребята, вот эта часть опорного конспекта нам понятна? В принципе, здесь все морфологические признаки глагола. Идем дальше. А это, ребята, еще один признак. Глаголы у нас имеют постоянный признак морфологические спряжения. Глаголы у нас бывают первого спряжения, либо второго. Чем характеризуются эти глаголы? В первом спряжении, в инфинитиве, они оканчиваются на «ить». Да, все глаголы на «ить» ко второму спряжению относятся. Семь глаголов на «е», четыре глагола на «ать». У них в личных окончаниях всегда буква «и». Ходишь, да? Слышишь. А в третьем лице – отят. Ходят, слышат. У первого спряжения глаголов в личных окончаниях пишется буква «е». Читает. А в третьем лице множественного числа. Либо «ут», либо «ют». Читают, пишут. Ребята, это мы будем с вами подробно изучать на следующих уроках. Пока мы создаем общий опорный конспект, чтобы у вас все знания были вместе в системе. Итак, ребята, еще одна орфограмма. Глаголы пишутся с частицей «не». Либо раздельно – «не видеть», либо слитно – «ненавидеть», когда без «не» не употребляются. Записали себе. Дальше, ребята. Еще одна орфограмма в корне, которая характерна для глаголов. Итак, посмотрите. Мы знаем эти корни. Они называются корни с чередованиями. Это корни «бир», «бер», «дир», «дер», «мир», «мир», «пир», «пер», «тир», «тир», «стил», «стил», «жик», «жек» еще сюда можно отнести. Буква «и» пишется, если после корня стоит суффикс «а». Запишите пока, ребята. Мы на этой орфограмме позже остановимся подробно. А пока мы просто ее обозначим с вами. И еще, ребята, два момента. В инфинитиве у нас есть еще такое понятие, как возвратность. Да? Глаголы здесь записаны инфинитивы вам. Итак, «ся» – возвратный постфикс. То есть в инфинитиве пишется «ся» с мягким знаком, а в форме третьего лица мягкий знак не пишется. Что делать? Учить «ся». Он что делает? Учит «ся». Об этом, ребята, эта тема следующего нашего урока будет. Ну и орфограмма, которую вы тоже знаете, у глагола второго лица на конце всегда пишется мягкий знак. Ребята, в итоге сейчас, когда все это заполните, у вас получится опорный конспект по морфологическим признакам и орфограммам глагола. А мы с вами идем дальше. Давайте мы сейчас с вами поиграем в такую игру. Правда или ложь? Итак, ваши задачи сейчас. Прочитать утверждение и сказать «правда это» или «ложь». Можете себе даже зафиксировать это. Итак, самостоятельно. Глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Да или нет. Правда или ложь. Следующее утверждение. Глаголы несовершенного вида можно подобрать пару совершенного вида обычно. Подумайте. «Сделать». Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «что сделать». Итак, ребята, подумали? Давайте проверим, что у нас получилось. Итак, правдой является то, что глаголы бывают совершенного и несовершенного вида. Правда то, что глаголу несовершенного вида обычно можно подобрать с глагол совершенного вида. Пару. Такие глаголы называют видовыми парами. Например, «писать», «списать», «да» и так далее. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделать». А ошибка, ложь была одна. Глаголы несовершенного вида не отвечают на вопрос «что сделать». Несовершенный вид отвечает на вопрос «что делать». Проверили себе? Идем дальше. Ребята, посмотрите, пожалуйста, внимательно на пословицы. Какая орфограмма есть во всех пословицах? Я думаю, что вы догадались. Правописание «не» с глаголом. Какой вывод, ребята, о правописании «не» с глаголами можем сделать, глядя на пословицы? Вспоминайте материал начальной школы. «Не» с глаголами пишется раздельно, кроме слов, которые без «не» не употребляются. Итак, посмотрите, начертите себе схемку в тетрадь. А для того, чтобы вы запомнили лучше, мы сейчас с вами еще посмотрим на один рисунок. Вы его тоже можете себе нарисовать очень кратко. Итак, этот персонаж называется Вилли Винки. О нем рассказывается в шотландских историях. А вот наша российская поэтесса Токмакова придумала такое стихотворение. Я только кусочек, по-моему, зачитаю. «Крошка Вилли Винки ходит и глядит. Кто не снял ботинки? Кто еще не спит?» Итак, ребята, как же нам поможет Вилли Винки запомнить наше правило? А вот так. Кто не снял ботинки? Посмотрите, ботинок разделяет частицу «не» и глагол. Кто еще не спит? Глазок открытый тоже разделяет частичку «не» и глагол. То есть для вас зрительно здесь ассоциативно мы запоминаем. «Не» пишется раздельно с глаголом. Но Вилли Винки очень негодует, когда заметит непорядок. Посмотрите, ребята, «негодует» выделено красным. Пишем слитно, потому что без «не» слово не употребляется. Нет в русском языке слова «гадует». Итак, теперь давайте закрепим то, что мы с вами узнали на уроке. Записываем в тетради. «Распределительная работа». Ваша задача заполнить таблицу, распределив слова на два столбика. Ребята, выписывайте только глаголы. Первый столбик. Глаголы, в которых не будет писаться раздельно и будут являться частицей. И глаголы, в которых не будет являться приставкой и писаться слитно. Итак, поставьте на паузу. Работаем. Давайте проверим. Проверьте себя, ребята, и поставьте оценку. Если вы все выполнили правильно, поставьте себе пятерку. Если допустили одну ошибку – четыре. Если больше – поставьте себе три. Но я думаю, что тройку у вас не будет. Тема несложная, она для нас знакомая. Итак, проверили. Ребята, а что же за слово такое «неистовствовать»? Посмотрите, какое значение дают слова Ефремовой. Первое – находиться в состоянии неистовства. Что это значит? Например, бушевать. О море, ветре, можно так сказать. Или проявлять неистовство. О человеке, говорят, человек тоже может бушевать. Да, очень эмоционально реагировать. Итак, посмотрите внимательно. Море неистовствует. Это репродукция картины Ивана Айвазовского. Называется «Ураган на море». Запомнили лексическое значение этого слова? Запомнили, как оно пишется? Молодцы! Итак, ребята, рефлексия у нас сегодня традиционная. Я вас попрошу заполнить одно предложение. Что вы узнали на уроке? Чему научились? Что повторили? Было ли вам интересно? А домашнее задание, ребята, будет у нас следующее. Устно, письменно не буду задавать вам сегодня. Выучите слова в рамке на странице 99. Это слова, где чаще всего ребята допускают ошибку на правописании с литного и раздельного написания «не» с глаголом. Итак, ребята, спасибо вам за урок. До новых встреч. Вам успехов на следующих уроках.